Уведите код доступа, сформируйте запрос. Сейчас завершён. Всем привет. Мы исследовали обращения пользователей 1С-кассы. Анализы неутешительные. Оказывается, есть немногочисленная, но очень активная группа предпринимателей, которые не ищут лёгких путей. И даже наоборот. Кажется, они целенаправленно стараются сделать свою жизнь с 1С как можно более труднее и интереснее. Изобретают новые способы создать себе проблемы, а потом героически их преодолевают. Но при этом каждый из них ищет свою дорогу по граблям в одиночку. Это, конечно же, неэффективно. Поэтому мы решили обобщить лучший опыт такого рода. И снять этот видеоролик именно для них. Для чайных джедаев автоматизации. Итак, начинаем наш перечень полезных... Ха-ха-ха-ха-ха. Полезных. Конечно же нет. Наш перечень вредных советов. Поехали. Залог успеха это выбор правильного программного обеспечения и архитектуры системы. Ну и что, что 1С кассу мы делали специально для малой розницы. Настоящий джедай смело начнет внедрять 1С кассу в крупную торговую сеть. С пятью десятками магазинов на десяти юридических лицах. А поскольку программа может работать только с одним ИНН, то десять отдельных 1С касс будут синхронизироваться с одной управляющей программой. Например, с 1С управления торговлей. Причем желательно найти старую и изрядно переписанную УТ-шку. Тогда успех гарантирован с самого начала. Обещаем, будет интересно. Не забываем и про обмен данными. При его настройке смело игнорируем предлагаемый 1С кассой режим обмена со старшей конфигурацией. Это придумано для слабаков. Это не спортивно. Пусть лучше программы сами решают, кто из них главнее. Это ведь так увлекательно смотреть, кто в итоге победит. Еще интереснее будет, если настроить обмен с несколькими 1С кассами, с 1С управления торговлей и 1С бухгалтерией. В режиме «Все со всеми». Забрасываем в эту систему новый товар и с любопытством следим, где и в каком виде он всплывет. А потом старательно ищем, как отовсюду удалить этот товар и все его многочисленные клоны. Ладно, и так сойдет. Кстати, о товарах. В ваших магазинах всего 4 тысячи товаров? Плевать. Смело берем где-то скачанную базу на полмиллиона позиций и заливаем в программу. Как это зачем? А вдруг пригодится? Ну и к тому же настоящему джедаю нужны передышки. Чтобы придумать, скажем, на свою голову приключения. А тут вы запускаете синхронизацию и спокойно медитируете. Пока программы будут переваривать гигабайты ненужных данных. Сделать полезное сможет каждый дурак. Но все, что я говорю, не по поводу пользы, а исключительно для просветления и самопознания. А теперь про оборудование. Про него вам расскажет наш джедай, дядя Саша. Здорово, молодежь. На связи джедай по оборудованию дядя Саня. Нет, ну что сказать. Значит, все подключаемые вот это вот оборудование, весы, кассовые аппараты, банковские терминалы, обязательно должны быть разными. И все не из списка совместимых, во, которые указаны на сайте. Список совместимого оборудования старательно игнорируем. Я это уже сделал. Согласен, это трудно, но ведь можно сделать, если очень сильно постараться. К некоторым железякам придется даже на коленке паять специальные переходники. Вот, сейчас покажу. А, нет, это я в подъезде выкрутил. Во, вот такие переходники паять специальные. А это уже признак настоящего мастера. Если не удалось найти столько разного оборудования, не беда, можно взять и одинаковое. Но тогда обязательно с разными и старыми прошивками. А потом скачиваем отовсюду левые драйвера и пытаемся скормить их один из касси. Никаких нежностей, только... Ах да, чуть не забыл, еще один важный момент. Все ваши старания могут пойти прахом. Если разработчики вдруг выпустят новую версию один из касс. В которой вдруг исчезнут все проблемы, которые вы так заботливо для себя создали. Обидно, правда? Я вот один раз вообще прям капец как обиделся. Поэтому никаких автоматических обновлений для локальной версии системы. На портале не регистрируемся. Обновления игнорируем. Ну и информацию о функционале новых версий тоже не читаем. Это все только отвлекает настоящего джедая. Ну, все, передаю слово дальше. Осталось последнее. Наслаждаться результатом своих усилий в молчаливом одиночестве. Грустно и тоскливо. Нужно поведать миру о своих успехах. Начните с обращения в техподдержку. Да-да, для 1С Кассы мы специально запустили прямой телеграм-канал. Но помните, что нужно соблюдать джедайский этикет общения. И не лишать нас возможности поломать голову над тем, что у вас происходит. Особенно в 4 утра. В субботу. Нам ведь тоже скучно. Поэтому смело начинайте с ритуальной фразы. У меня ничего не работает, су... И побольше восклицательных знаков. Ну, а когда общение завяжется, помните, что чем дольше вам удается уклоняться от ответов на наши вопросы, тем выше уровень вашего мастерства. А еще лучше сразу задать десяток вопросов, чтобы потом угадывать, на какой именно мы вам ответили. Нам тоже очень нравится эта игра в угадайку. Ну что, полезно? Мы, конечно же, не можем перечислить все способы сделать свою жизнь с 1С Кассой. По-настоящему полные приключений и неожиданных открытий. Но мы постарались найти для вас самые беспроигрышные способы. А еще мы верим в неиссякаемую фантазию настоящих джедаев автоматизации, которые, мы уверены, смогут пополнить этот список. Дерзайте, и да пребудет с вами сила! Продолжение следует... Продолжение следует...